Я верю, что есть один принцип, который должен работать в каждом верующем человеке. Это принцип того, что любая история из Библии, она не должна оставаться только просто знакомой историей, которую мы слушали уже 20 раз, 40 раз в нашей жизни. Но эта история, она должна всегда оживать в наших сердцах, в нашем духе и что-то нам говорить. Задумайтесь, есть ли история о Рождестве? Если вы прожили 60 лет, вы ее слышали уже 60 раз минимум. Что нового вы можете узнать? Любая история из Библии, которую вы слышали даже 20 раз, вам кажется уже все знакомо. Вы можете наперед ее сказать, она стает таким рассказом. Книга Библия стает как бы обыкновенной книгой, как сказку прочитали. А я, друзья, верю, что написано о том, что Слово Божье, оно живо и действенно. Если мы читаем историю из Библии, знакомую, которую мы слышали раз 20, и она в нашем сердце уже не жива и не действенно, значит, есть только два варианта. Либо Слово Божье уже не живо и не действенно. Либо проблема... Два варианта. И вот каждый раз, когда приходит праздник, и нужно рассказывать детям одну и ту же историю, церкви одну и ту же историю, и самому читать ту же историю, которую ты знаешь почти наизусть. Если мы преследуем этот принцип, Господи, и на этот раз, на 21 раз, и в этом 21 году говорить мне через это Слово, чтобы и для меня сегодня, мне 52, пусть мне будет это Слово живо и действенно и сегодня. Представьте, если с таким майндсет, если вот с такой мыслью идти домой и даже шепотом себе под нос сказать, Дух Святой, сделай это в моей жизни. Сделай это в моей жизни. Проговори ко мне. Пусть это Слово станет живым для меня. И я задаю такой челлендж. Вот моей семье я это предложил и предлагаю вам, когда сегодня вы пойдете домой. Некоторые соберутся, может быть, в компании, среди друзей, в семье, и даже если ты сам. Задай себе вопрос, что из этой истории Рождества сегодня я получил? Что сегодня она мне говорит? Как она для меня стала жива сегодня? Когда вы будете кушать, я уверен, у вас там будет все красиво, вкусно, интересно. Но Библия призывает нас пребывать в Слове, размышлять о нем. Вот попробуйте поразмышлять вот в этом году, что нового. Я поделюсь несколькими эпизодами. Вот я для себя это, вот там вот, я задался этой целью, нашел. Представьте, как была растянута вера Марии. Вот мы все проходим, называемся людьми верующими. И наша вера часто, ну, как-то растягивается, выкручивается, даже ломается. Вот представьте, Матерь Господа, ей вот было сказано вначале, такая классная новость. Мария, родится Спаситель, Иисус, Он спасет всех людей. Вау, представьте, молодая девчонка, какая новость. Это не то, что на CNN пригласили, это кажется, ну, вау, весь мир будет знать. Это будет не просто президент, это будет президент над президентами. И вот ее воображение. Вот она поверила в это слово, а дальше включается ее воображение. Окей, я уже на восьмом месяце беременна, но мне же было слово. Я верю родиться Спаситель. И вот она думает, мы сейчас, Иосиф говорит, ну, сейчас будем ехать там на перепись населения, но у меня будет не просто осел. Я же должна родить Спасителя. Это же царь. Это же будет осел над всеми ослами. Это же будет со всеми зубами. Это же будет такой высокой. Нет, это не осел будет, это будет конь. Вы представляете, как растягивается воображение. Это же будет конь. Это будет самый высокий, самый здоровый. Его питанием только кормили этого коня. Это будет такой мощный. Я буду на нем. А тут такого осла привели. И вера так выкручивается так. Ну, ладно, не повезло с машиной, но зато весь остальной процесс будет, ну, все, как я представляла. Дальше едем, едем, приехали, уже ищем гостиницу. Как бы нету. Типа много людей. Ну, я же верю. У меня же слово было от Бога. Это же родиться не просто мальчик. Это же будет царь. И Мария так представляет. Хотел будет три старт. Не-не-не, фор старт. Не-е-е, файв старт будет. А у нее там это будет, такие будут, ну, постели шикарные на то время. Будут все бегать вокруг. Я не знаю, как это будет, но это будет. И вот снова раз гостиницы не нашла, снова вера так. Воображение. Ну, Господи, ну, ну же, спаситель же. Ну, ну, это же будет царь. Ну, как это? Не нашли место? Ну, как это? Вы представляете, какой происходит шторм? Шторм в мыслях. Это мы знаем конец фильма. Шторм в мыслях. И это Матерь Господа. Вот вы понимаете, что происходит с верой человеческой? Слово от Бога. А потом все, что она только представляла. Все. Все. Все не так, как представляла. И потом думает, ну, ладно. Окей. Ну, ладно, не будет файв-стар-хотел, не будет гостиницы шикарной. Но зато там, ну, хоть медперсонал будет такой, знаете. Ну, знаете, ну, самые-самые врачи, которые только были на то время лучшие в Ифлиеме, будут принимать роды. И потом тут, ну, ладно, это не получилось. Снова вера так. Ну, Бог же сказал, что будет спаситель. Ну, Бог же сказал, что это будет царь. Это же будет особый человек. И снова вера так выжимается, выжимается. И снова глаза в небо поднимаешь. Ну, Господи, ну, Ты же сказал. Вы представляете, что проходит молодая верующая женщина, которая просто верит в Бога. Идет, а все пункты, все пункты рушатся, рушатся. Все не так, как представлялось. И в конце концов, мэн, ну, этот смел, ну, запах, ну, ну, уже, ну, ладно. Ну, не медперсонала, не журналистов, не гостиницы, но еще и запах. Ну, like, Господи, ну, come on, like, where are you, God? Где ты, Бог? Ну, ладно, ладно. Ну, когда уже, наверное, придут роды, вот уже будет чудо. Я не знаю, как оно будет, но оно будет. И оно было не так, как оно представляло. Уже родила. И анализирует. That's it. Вот это все. Вот это царь. Вот это спаситель. Вот это так родился. Вот это здесь. God, is this? Представляете, вот эта пауза, как она влияет. Какое действие, вот какой шторм в мыслях. И только потом стук пастухи. Мы видели, мы знаем, мы не понимаем, но это точно. Потом снова стук, мудрецы. Мы пришли, мы не знаем, как мы тебя нашли. Но мы, мы вот, мы видели, мы знаем. Снова ангел ночью. И ты смотришь, like, вау. Сколько нужно было мужества. Сколько нужно было терпения. Столько нужно было веры, чтобы дойти до этого. До этого триумфа. До этой победы. Как растягивалась вера молодой девчонки. Сегодня некоторых вера так же растягивается. Так же. Все, что представлял ты. Все, о чем мечтал ты. Все, о чем ты думал. Все, что даже ты держался за слово. У тебя вот думал, что вот здесь, вот сегодня, вот завтра, вот так, вот он, вот он поможет. Все, кажется, осталось, не осталось. Ни логики, ни надежды. Но слава Богу, друзья, за то, что Иисус, Эммануил, имеет глубочайшее значение, Бог с нами. И если ты веришь в это слово, даже если ты веришь, ничего еще не произошло. Но даже если ты только веришь, то и в твою жизнь придет то, но не так, как ты ожидал. Но я призываю тебя, будь верен до конца. Вы знаете, друзья, что происходит, вот что для себя в этом году я взял из этой истории. Я вас вдохновляю. Когда вы пойдете домой сегодня, будете разговаривать, пить чай, обязательно спросите этот вопрос друг друга. Что ты для себя взял из этой истории новое в этом году? И размышляя над Словом Божьим, вы будете получать новое укрепление, потому что Его Слово, а я в это верю, оно живо, оно действенно, оно должно и сегодня действовать. Оно должно и сегодня действовать, и в этот 21-й год. Вот я посмотрел на пастухов, пришли они к Иисусу, посидели, побыли там, порассказывали друг другу, идут домой. И написано, радуются. Радуются и ликуют, поют. А я думаю, мы иногда так приходим к Иисусу, побыли возле Него и идем такие, ничего Бог не сказал. Я так помолился, так сам с собой поразговаривал и пошел домой. Смотрю на пастухов, пришли в присутствие Бога. Побыли с Иисусом. Что Он им сказал? Что Он им сказал? Побыли рядом с младенцем, идут и ликуют, поют. Кажется, ведь Он же ничего тебе конкретно не сказал. Но даже правильное состояние сердца, отношение правильное в Его присутствии имеет влияние. Влияние. Идешь, поешь, не знаешь, что ты поешь. Хочется спросить, пастухи, ваши проблемы решились? Вас повысили в должности или вы назад на поле? Но никаких проблем, кажется, не решилось. Никто ничего им не сказал. Побыли в Его присутствии. Но влияние, влияние на дух, влияние на внутренний мир. А потом внешний мир кажется другим. А тебе люди на земле говорят, так слушай, так что ты, ничего же не изменилось, ты в проблемах, ты же на земле. Но внутри все изменилось. Внутри все изменилось. Он смотрит на этот же мир по-другому. За пастухов я знал. Историю слышал. Но вот это вот маленькое откровение меня вдохновляет быть в Его присутствии больше. Быть в Его присутствии хочется. Хочется вот такие маленькие откровения, вот это маленькое слово, оно может стать живо и действенно в твоей жизни сегодня. Только ты его ищи. Ты его ищи. Мудрецы тоже побыли, кажется, порассказывали истории друг другу. И смотрите, влияние в жизни, направление, направление, откровение. Хотя и те, и те были в присутствии святого. Но каждый по-разному что-то пережил, но каждый получил. Каждый получил. Кто ангела увидел, а кто нет. Кто во сне, а кто нет. Кому что-то было сказано, а кому-то нет. Но Его присутствие, оно всегда влияет. Я вас вдохновляю, друзья. Идите домой и всегда помните. Библия – это не просто книги. Это не просто рассказы, сказки. Это не просто истории, которые мы слышали тысячу раз. Это слово должно быть живо и действенно и сегодня в твоей личной жизни. Аминь. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...